Матронич, и доклад мой будет называться «Почему пиарщику следует дружить с социологом?» У меня даже доклад. Так, даже социолог. Ну ладно, это... Доклад мой носится несколько такой теоретически-развлекательный характер. Итак, основная мысль в чем заключается? Давайте представим себе какую-то ситуацию, где мы хотим изменить какую-то часть мира. Мы хотим что-то изменить. Что такое изменение части мира? Это некий проект. Я попрошу первый слайд. Итак, это у нас есть некая идея, некая идеальная ситуация, к которой мы стремимся. Следующий слайд. Вот здесь важно добавлять элемент, где этот образ рисуется. Где он рисуется? Как он? В голове у некого человека. Вот в данном случае, если мы рассматриваем позицию социолога и специалиста по связи с общественностью, то это изображен здесь заказчик. Заказчик пиарщика, который пользует услугами специалиста по связи с общественностью. Итак, у нашего заказчика в голове возникает какая-то картина, которую он хочет реализовать. Вот возьмем для примера настоящую такую ситуацию и представим себе такую картину. Наш заказчик это ректор вуза, некого института. И в его представлении он хочет, чтобы его вуз, вот этот домик, он был наполнен целиком студентами, чтобы там было много студентов. Такая вот ситуация. Если вы как пиарщик получаете вот этот вот заказ, ну как бы такой заказ, что я хочу, чтобы в моем вузе было много людей, много абитуриентов, много студентов, достаточно ли вам этой информации от заказчика? А что еще нужно? Какие там будут в группе это? Какие там будут? Какие будут интересовать людей? Я бы хотел, да, в другую мысль, на самом деле. Перспективность. На самом деле нам здесь не хватает того, что есть в настоящий момент, что на самом деле сейчас происходит. Так, следующее. Итак, смотрите, вот текущая ситуация. Вот наш бедный вектор, видите, он не улыбается, и всего три абитуриента крестом. А то абитуриент улыбается. И вот смотрите, вот это план, это задача, которую ставит перед нами заказчик. Он хочет, чтобы из нашего домика, ну, чтобы было больше людей. Из состояния нулевого, S0, мы попадаем в состояние идеальное, S. Теперь смотрите, вот это у нас с крупным планом абитуриент. Это объект нашего воздействия. Согласны, да, вот как пиарщики? То есть, в принципе, мы количество студентов можем увеличить только через количество абитуриентов. В принципе, да? Что нас, как пиарщиков, в этом абитуриенте нас интересует? Вот какая часть его? Голова. Финансы. Вот смотрите, на самом деле нас не интересуют ни его какие-то физические характеристики, нас интересует, что у него в голове, да? И следующий момент. Вот смотрите, вернемся к нашей задаче. Чтобы в итоге наша задача преобразуется. Это задача нашего заказчика, а наша задача вот такая вот. Вот внизу изображен абитуриент, и у него, у нашего абитуриента в голове два состояния, да? Икс-нулевое, это такое состояние, при котором он с малой вероятностью пойдет в наш вуз. И иксовое состояние, когда абитуриент поломится в наш вуз. Да? Итого. Получается, наша задача, как пиарщиков, да, это не изменить форма дома, а, спасибо, а вот переформатировать как бы голову наших абитуриентов, ну, или спершеклассников, да? Вот эта задача, которая у нас остается. Что нам помог, кто нам поможет в этой ситуации, как вы думаете? Это инопланетяне все хорошо. На самом деле, это не инопланетяне, это систематическое изображение социолога. Икс-нулевое, хороший пиар, такой. Такую картинку я выбрал для стеолога. Паркурой. Так, ну, подождите, подождите. Итак, значит, наш стеолог, он может, может, наш стеолог поможет нам, как пиарщикам, узнать о том, что находится в голове у нашего клиента. И вот, смотрите, на самом деле, у нас там много абитуриентов, да, есть? Много старшеклассников, ну, тысячи депс, только в Скове. И вот, получается, нашему социологу, теперь мы переходим в роль социолога, да, ему надо агрегировать вот эти все мысли этой кучи старшеклассников, всех этих, ну, тысяч двух, одиннадцатиклассников, и как-то узнать, что они в голове находятся. Ой, смотрите, тут у меня что-то с эсфортом плохо получилось. На самом деле, здесь было изображено много мозгов, да, и потом... Ну, давайте оставим вот предыдущую картинку, вот эту вот. То есть задача социолога получить из... Сейчас я объясню, почему социолог — это инопланетяне. Как вы думаете, почему он инопланетяне? А? На самом деле, он думает иначе. Проблема очень часто социологами заключается в том, что я, как социолог, я начинаю в исследовании вставлять свой собственный опыт. И, соответственно, например, когда мы изучаем... Что мы изучаем? Ну, вот этих, мы говоря, абитуриентов, я могу вспомнить свой опыт бытия абитуриентом и наложить его на текущую ситуацию. Понимаете мою мысль? Будет ли, да? Наложить на текущую. И, соответственно, на самом деле я буду изучать уже не имеющихся на самом деле абитуриентов, а я буду изучать себя. И в данном случае заказчик от нас не хочет изучения себя, а заказчик хочет изучать абитуриентов, да? Соответственно, инопланетянин, социолог, он идет с нулевым знанием вот в поле. Он приходит и ничего не знает, да? Он ничего не знает об абитуриентах, начинает спрашивать их с самого нуля. Ну, это есть специальные, как бы сказать, методики, как бы социологу быть инопланетяне. Ну, вы об этом узнаете в курсе статологии, да? Если вы знаете. Следующий слайд. И, наверное, следующий. И теперь, смотрите, значит, первая мысль моя была, в чем польза социолога? Тем, что он может агрегировать, не агрегировать, а вот кучу мозгов взять абитуриентов, да, и вывести исход из него, да? Второй момент, это, в чем достоин социолог, вашего внимания, как специалист по связи с общественностью, это выборочные технологии. Имеются не выборы, а выборка. Вот, смотрите, вот этот квадратик, это текущее количество избирателей в президенты. Ну, грубо говоря, обратно. 110, ну, округленно, да, 110 миллионов человек. Как вы думаете, какая должна быть выборка, чтобы сделать репрезентативным... Так, подожди. Сколько нужно человека просить, чтобы сделать выводы об этом вот квадратище? Что мне в голове? Сколько? 30 тысяч. Вот, смотрите, следующий слайд, пожалуйста. Вот, смотрите, видите, такой маленький квадратик. Да, вот, ошиблись, спасибо, на один только нолик. Вот это вот выборка ФОМ, ФОМ это фонд общественного мнения, да, известная контора статологическая, московская. Они вот недавно провели опрос трех тысяч человек, и на основе трех тысяч человек они сделали выводы обо всех избирателях. Как вы думаете, какова точность вот этой... Ну, если она территориальная, и по разным статусам все это учитывается, это не довольно большое, да? Ну, вот, прошу следующий слайд. Вот, смотрите, если применить статистику, то ошибка на самом деле плюс-минус меньше двух процентов. Да, то есть они сказали, что запустим проголосуют икс процентов. Это значит, что на самом деле запустим проголосуют плюс-минус икс плюс-минус два процента. Представляете, как хитро? Вы можете в это поверить, что вот по такому маленькому квадратику можно оценить такой большой квадратик? Вот, например, вот, Сергей Вадимович, он не может в это поверить. И к чему я все это веду? Социологи, они знают, как опросить маленький квадратик, сделать выводы о большом квадрате. Это вот второй тезис, который я хотел до вас донести, собственно. И, наверное, я на этом закончу. Не буду никаких прикладных вещей, я в следующий слайд попрошу. Вот, смотрите, если кому-то интересно, это пример того, ну, это мной проведенное исследование, да, как вот этот аспект «Инопланетяне плюс выборка» реализуется на практике. Если вы в гугле наберете вот эту вот буковку, тогда вам выскочит ссылка на эту статью. Можно там ознакомиться. Спасибо большое. Если вдруг неожиданно есть, несмотря на то, что вы помнились, а как говорил первый оратор, чем вы отличались?